Теперь поговорим о пятерке. Как же у нас пятерка проявится в секретах создания стиля? Цифра 5 у нас отвечает за 5 главных составляющих персонального кода внешности. Вообще такое, я люблю иногда сложные определения, я попробую вас спросить. Вот персональный код внешности, вам это что-то говорит, сочетание этих трех слов? Или не говорит? Расшифровать или всем все понятно? Или может быть у вас есть версия, мне будет интересно, какие ассоциации вызывает у вас этот набор пока непонятных слов. Расшифровать. Хорошо, расшифровываем. Вот смотрите, у нас, думаю, что за другие планеты отвечать не буду, но огромное количество, будем говорить только о женщинах, на планете, планету населяет огромное количество женщин. Но если говорить о том, повторяется ли природа, мы с вами придем к тому, что даже в ситуациях, когда двое близняшек рождаются в семье, они очень сильно обычно друг от друга отличаются, если мы начинаем присматриваться ближе. Хотя у них ДНК на огромное количество процентов совпадает и так далее. Но у меня просто в практике были красавицы-близняшки, и я вот этот момент прочувствовала, собственно, на практике. Потому что, несмотря на то, что да, они имеют там общий цвет глаз, общий цвет волос, в целом формы лица похожи, хотя они чем становятся старше, тем больше различен, но и характеры, и вкусы, и профессии, и судьба, и так далее, и так далее. То есть, к чему я все это говорю? К тому, что все женщины на земле, даже если очень кто-то похож, но все равно они друг от друга отличаются. И вот если, скажем, с этой вот такой идеальной мысли перейти на внешность, то, несмотря на то, что действительно есть несколько цветовых колоритов, их количество ограничено. Если даже брать самую такую вот систему, которая мне больше всех нравится, которая 4 колорита и по 4 подтипа, ну, это у нас 16 получается, ну, все равно ограничено, да, то есть у нас есть четкая система координат, вот 16 вариантов. Но если мы берем сразу несколько признаков, то есть мы берем, допустим, цветовой колорит, мы берем тип контрастности, мы берем форму лица, мы берем, допустим, форму фигуры и так далее, и так далее, и так далее, то вот соединение нескольких признаков, оно дает уже уникальность. То есть как раз персональный код внешности – это индивидуальные, вот, как сказать, характеристики по этим признакам, которые помогают женщине взглянуть на себя уже не как на какую-то одну из, там, миллиарда, миллиона, а посмотреть на себя глазами дизайнера, узнать, ага, у меня, оказывается, вот цветовой колорит такой, ладно, с этим понятно, а фигура такая, а лицо такое. И уже через, скажем, взгляд дизайнера понять, почему именно она уникальная, потому что вот это соединение признаков, помимо них еще у нас есть и характеры, цели, и судьба, то есть об этом тоже не забываем, как раз-таки помогает понять, что это такое. И сам персональный код внешности, он содержит множество элементов, но я выбрала главные пять, и просто вас с ними познакомлю, чтобы вы знали основы, на которых персональный код внешности держится. Там дальше, конечно, в нюансы углубляться и углубляться. Итак, первая составляющая, конечно же, естественно, никуда она не денется, цветовая палитра индивидуальная, которая, как вы видите на двух иллюстрациях, если мы ее не используем, фотография слева, то у нас мы теряем, в чем мы теряем? В свежести лица, в молодости теряем, то есть в визуальном таком моменте, и в целом не позволяем своей внешности максимально себя выразить. Фотография номер два, здесь работа с тестовыми платками как раз идет. Здесь пример того, что всего лишь мы один платок убрали, другой набросили, и мы получаем уже почему-то лицо светлее, свежее, и даже несмотря на то, что девушка не улыбается, а улыбается на первой фотографии, все равно видно, что с цветом лица там гораздо все лучше. И подобные эксперименты тоже каждый раз на встречах мы проделываем, потому что это помогает увидеть работу цвета. Поэтому цвет будет самым первым элементом персонального кода внешности. Ну, стоит ли говорить о том, что мы вообще так устроены, что визуальная информация для нас самая базовая, и первое, что мы видим в картинке, это цвет. И то же самое, первое, что мы видим в образе, это тоже цвет, и либо этот цвет служит нашему образу и работает на нашу красоту, ну, либо нет. Тогда огромное количество, скажем так, возможностей проходит мимо. Следующий элемент из пяти главных – это тип контрастности. Очень интересный такой момент. Вот если вы посмотрите на эту иллюстрацию, то вы увидите представительниц одного колорита. Как это ни удивительно. Но при этом несложно присмотреться и понять, что они очень разные. И здесь как раз различия и нюансы многие определяются таким дополнительным критерием, как тип контрастности. И это, конечно же, повлияет на то, как будет девушка, женщина использовать свою палитру, как она будет соединять цвета вместе, чтобы выглядеть максимально привлекательной. Потому что я часто встречалась вот с таким моментом, допустим, женщина говорит, я знаю свой цветотип и всё, и мне ничего больше не надо, у меня вопросов нет. И мы сталкиваемся с тем, что она отдельно с цветами своими знакома. Допустим, это вот этот цвет, а вот этот. А как их соединить грамотно? Как сделать так, чтобы они вместе начали работать на её внешности? Она не знает. И толку-то от знания своего колорита. Если мы не можем соединять цвета вместе, его образ делать завершённым. То есть на этот вопрос как раз отвечает параметр, критерий тип контрастности. Ну, характер линии, следующий такой элемент, один тоже из главных персонального кода внешности, который задаёт линию образа. Дело в том, что образ, он не только, естественно, состоит из цвета, из сочетания, комбинации цвета, но и если вы вспомните художников, то у каждого художника есть свой уникальный почерк, есть его линия, кто-то штрихами работает, кто-то крупными мазками и так далее, и так далее. Что мы часто встречаем у женщин в образе? Мы встречаем ситуацию, когда у нас над каждым участком образа работал отдельный художник. И получается, здесь вот мастер трудился, вот здесь вот с прической кто-то ещё, здесь, значит, подмастерия помогал и так далее. То есть у нас такое вот мозаичное строение образа. Это связано ещё с тем, что нету единой линии в образе, нету единого характера, и вообще нету одного автора. Это очень грустно. Потому что вот тот момент, когда женщина становится уже автором образа своего и стиля, то здесь все элементы начинают подчиняться общим законам, общей идее, общей задачи, умение правильно расставить фокусы, общему характеру линии. И этот элемент, хоть он и не такой яркий, как цвет, он играет огромную роль в восприятии целостности образа, его завершённости. Ещё один достаточно, как сказать, простой, казалось бы, и многим женщинам знакомый элемент, такой, как форма лица. Но если вы вспомните, скажем так, то количество форм лица, давайте я вам задам таки этот вопрос. Сколько форм лица вы встречали, допустим, в, ну, вот, идёт в журнале или где-то в интернете, там, обсуждение различных форм лица, и, значит, говорится, существует там столько-то форм лица. Вот какое количество вы встречали, скажем, вот в публикации, где-то, может быть, в прессе, там, в интернете шесть. Так. Ещё кто с этой темой, Наталья? Так, Елена, пять. Ну, вот, пока девчонки думают, я могу сказать, что чаще всего этот вопрос, да, пять-шесть, значит, когда-то давно, когда соприкасалась основной геометрической фигурой, согласна, значит, с парикмахерским делом, это было, ну, где-то, наверное, уже лет 15 назад, то есть я с этой профессией тоже соприкасалась профессионально, ей владею, и у нас, как нам тогда это давали, я помню, что-то 4-5, не больше, 7, это уже очень хорошо. Так вот, а когда этот вопрос я стала изучать уже профессионально, вот в этой профессии, это было 11-12 лет назад, то я была поражена разнообразием. Значит, смотрите, существует 10 основных форм лица, не говоря о том, что между каждой из них ещё будет, ну, есть уже из практики, могу сказать, комбинированной, то есть 10 – это исходное число. И вот это количество как раз-то дало мне возможность действительно увидеть, как это работает, потому что неверно определенная форма лица, она к чему ведёт? Она ведёт к неправильному выбору прически, потому что даже, казалось бы, две широкие формы лица, такие как круг и квадрат, они совершенно… У них есть общие, конечно, да, нужно визуально вытянуть лицо и так далее, но у них есть совершенно разная коррекция с светотенью в макияже, у них есть разные особенности, как сказать, оформления прически и далее, далее, далее. Не говоря уже о том, что 10 форм лица, где каждая отдельно существует, с отдельным набором рекомендаций и так далее, то есть это целое отдельное измерение. И помимо формы лица, вот следующий элемент – это ещё тоже одно проявление формы, это форма фигуры. Здесь я не буду сильно углубляться, я покажу тоже стандартный набор, который существует, это вот примеры с правой стороны. Ну, красивая картинка, мне очень нравится, яблоко, груши там и так далее. Конечно, это, как сказать, немножко упрощается для публикации, для интернета, чтобы можно было, знаете, как-то подать это вкусно и просто, чтобы было ощущение того, что, да, всё элементарно. Вот. И если посмотреть на схему с левой стороны, то вы видите идеальные пропорции, где каждая из пропорций может быть либо соблюдена, допустим, размер головы, положение плеч, значит нахождения груди на месте нет, талия, первый критерий существует, не существует, второй критерий на месте или завышена, или занижена, самая широкая точка бёдер, какая линия бедра, гладкая линия бедра, такая, скажем, достаточно выразительная, там, острая линия бедра, на месте, не на месте, и далее, далее, далее. То есть, если мы говорим о конкретной женщине, то, конечно, вписать её в четыре варианта крайне сложно, потому что, во-первых, между ними, ну, естественно, определённое количество комбинаций, но рассматривать нужно не просто фигуру в целом, что само по себе важно, конечно, но для создания образа важно разобрать каждый элемент, то есть посмотреть, все ли элементы, скажем так, фигуры пропорционально находятся на своём месте. Вот тогда мы действительно получаем карту сокровищ, то есть мы получаем те точки в нашей фигуре, которые можно превратить в фокусы внимания, то есть привлечки внимания, вспоминаем наш первый критерий гармоничного образа, направленность, то есть куда направить внимание. И в то же время, получая представление о пропорциях женщины, насколько они гармоничны, мы можем увидеть, какие части тела, какие моменты нам нужно превратить в иллюзии, то есть что нам нужно исправить визуально, используя оптические иллюзии. Вот что касается фигур, то есть достаточно сложная, такая многогранная тема, гораздо сложнее, чем лицо, потому что здесь у нас несколько контрольных точек, по которым можно оценить конкретную фигуру отдельной живой женщины, которая, конечно же, будет неповторима, но соприкасаться будет с какими-то типами фигур. Вот таким образом выглядят пять главных элементов персонального кода внешности, которые с теми дополнениями, которые существуют, дают возможность понять уникальность каждой конкретной женщины и найти для себя свой фасон одежды, зная только, допустим, один элемент, что я часто встречаю, допустим, почему я не делю вот эти элементы даже в консультациях, то есть есть масса коллег моих, которые работают отдельно, они отдельно дают консультации по цвету, отдельно дают консультации по фигуре. Я этого не делаю, потому что половинчатые знания, они, женщины, они приводят к плачевным результатам. То есть, допустим, мы узнали свой цветовой колорит и всё, и мы пошли скупать всю одежду своего цвета. А крой, а фасон одежды, а где расставить акценты и так далее. То есть здесь получается, мы что-то знаем, что-то не знаем, и всё равно выглядеть безупречно не удаётся. То есть мы что-то знаем, что-то не знаем, здесь можно, здесь нельзя, здесь рыбу заворачивали. Поэтому я стараюсь вот эти элементы друг от друга не отделять, а давать видение в целом. Именно оно даёт возможность женщине стать профессионалом в создании образа, то есть создавать произведения искусства, а не просто красивое платье, ну вот надо было фасон другой там и так далее. Ну что ж, двигаемся дальше. У нас ещё несколько пунктов с красивыми иллюстрациями. Ну, банально всего лишь пример небольшой, насколько всё может быть взаимосвязано. Конечно, у нас есть с вами определённые цели, определённые задачи. У нас есть со стороны фигуры, возможности, которые со стороны нашего тела, то есть я могу. И тело нам с помощью персонального кода внешности, оно предоставляет кирпичики, из которых мы можем создавать образ. И получается так, что фигура может задавать, что она может задавать? Ключевые силуэты, она может вас выводить на ключевые изделия, допустим, для песочных часов, это платье, для нижнего типа фигуры будет совершенно другой набор, для верхнего типа другой и так далее. Также фигура взаимосвязана и с ключевыми стилями. Здесь, конечно, есть целый диапазон стилевой, с которыми мы можем, скажем, в этом диапазоне мы можем выбрать что-то подходящее для нас ближе. Но фигура, не любая фигура, не с любым стилем будет хорошо соединяться. Представьте себе достаточно крупную фигуру, допустим, прямоугольную. Ну, самое важное, даже не прямоугольная, а достаточно большой весовой категории. Будет ли она вписываться именно в легкий романтический стиль? Нет, конечно. Но выходы есть. Если у нас характер или ситуация требует этого, мы можем романтические элементы использовать. И грамотно внося их туда, где у нас фокусы фигуры, мы не сделаем женщину смешной. В отличие от варианта, когда полностью попытки, допустим, одеть достаточно крупную фигуру в романтический такой образ, который будет ей совершенно не соответствовать. Вот так вот мы поговорили о пяти главных элементах персонального кода внешности. И теперь у меня к вам вопрос.